Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет, мы сейчас в Москве А, то есть отменили и поездку, и концерт, то есть было известно раньше, чем вы приехали? Да, так как отмена с 17-го числа, поэтому мы узнали об этом с 17-го и отменили концерт. Расскажите, пожалуйста, как происходит отмена концертов с неизвестной датой окончания карантинных мер? Кто несет убытки больше всего? Как вообще распределяются обязанности в такой непредсказуемой ситуации? Мне кажется, убытки несут все, как финансовые, так и моральные, потому что есть рекламная кампания, как правило, концерт делается за два месяца, за два-три месяца, и это серьезная подготовка к концертам. Евгений Аплодный, график вообще у оркестра много? Пришлось отменить мероприятий? Ну, в данный момент у нас отменились концерты в Москве, отменился концерт в Кирове, будет концерт в Глазове завтра. Ничего себе! Стоится. То есть не тоже под вопросом, но в данный момент я хочу сказать просто, что в связи с сложившейся ситуацией произошла отмена, и мы хотим приехать снова в Киров, конечно же. То есть мы приедем, в данный момент мы делаем отмену, мы не делаем перенос, потому что я, как правило, ответственный за свое решение, за перенос, я должен ждать ту дату, когда мы сможем приехать. Поэтому проще сейчас нам сделать отмену, чтобы те люди, которые купили билеты, которые ждали нашего концерта, смогли получить свои деньги, и в следующий раз мы сделаем новый концерт, конечно. Мы тоже очень надеемся, что вы к нам приедете обязательно и придете к нам в студию, мы поговорим о какой-то более приятной теме, чем от отмены концертов. Евгений, ну вот ты... Я хочу сказать с моей стороны, что вот за те два месяца, когда, так как я выступаю организатором нашего концерта, не только исполнитель, и я приезжал много раз в Киров, и все не зря, потому что я познакомился очень со многими интересными, замечательными, душевными людьми, и, конечно же, поэтому нам хочется вернуться в Киров. Потому что самое главное – это люди. Скажите, пожалуйста, Евгений, а с билетами вообще что происходит? То есть если, например, это, как вы говорите, не перенос мероприятия, а отмена, а как-то деньги людям возвращаются? Да, люди приходят и получают свои деньги. То есть они дают билеты и получают за них деньги. Спасибо. Ага. Какие-то помехи у нас там начались. Евгений, спасибо большое за ваш комментарий. Это был Евгений Лопекин, руководитель оркестра «Волынщиков» «Сити Пайпс». Должны были они выступать у нас в Кирове, но вот из-за ограничительных мероприятий концерт не состоится. Но, как сказал Евгений в Глазово, это не коснется, я не знаю, может быть, там еще... Ну, это в расписании стоит 20 марта, Глазов, все пока нормально. Но это же зависит от региона, то есть в каких-то местах уже выявлены случаи заражения, тогда повышенная опасность и тревога, и какие-то дополнительные меры. А где-то еще ничего не выявлено, и, будем надеяться, и не будет. Ну вот по поводу того, выявлено или не выявлено, я сейчас вот смотрю на дожде. Интересная новость появилась о том, что на жительницу Амурской области составили протокол за фейк о коронавирусе. Она написала пост о заболевших в Амурской области коронавирусом, хотя официально в регионе случаев заражения выявлено, либо не было, либо не было на тот... Ну, то есть, либо нет сейчас, вот у меня негде свериться с табличкой, либо не было на тот момент выявлено, и теперь ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, когда дело будет рассматриваться в суде, пока не сообщается. А почему не сообщается? Потому что, напомним, что накануне Верховный суд закрыл все российские суды, в смысле, как закрыл, они перешли на особый режим работы, то есть сейчас будут рассматриваться только срочные дела, то есть есть ряд категорий, мы говорили об этом в первом часе. Сейчас мы скоро свяжемся с Русланом Мамедовым, руководителем творческого объединения «Кировконцерт». Посмотрим, расскажет нам Руслан, попробуем оценить последствия вообще для отрасли, как все происходит сейчас и какие прогнозы. Самое, что интересное, потому что для многих бизнесменов без последствий это не проходит. Алло. Руслан? Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Руслан, вот просим оценить у вас последствия, влияние всех этих ограничительных мероприятий. Появились ли они уже, и если еще не появились, то какие-то прогнозы? А мы уже в эфире, да? Да, мы уже в эфире. Тогда можно поздороваться со всеми в этот замечательный день, пожелать всем оптимизма, и вам тоже. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, я сейчас нахожусь в магазине сантехники, я решил заняться домом наконец-то. Знаете, сейчас появилось очень много времени. Вот это первое последствие того, что рынок шоу-бизнеса, будем его так называть, и ивент бизнеса, я полагаю, вы именно об этом сейчас говорили. Да, конечно. Впервые, наверное, в истории претерпевают, знаете, такие двойные клещи. Вот эта эмоциональная составляющая, она сегодня складывается, безусловно, из экономики, когда меняются, значит, наши потребительские, скажем так, приоритеты, потому что, ну, увеличивается курс доллара. С этим мы уже как-то встречались, но параллельно, когда включается вот еще, скажем так, и глобальная угроза человечества, давайте будем как бы так говорить, может быть, ее как таковой нет, но у некоторых настолько панические настроения, что вот этот эмоциональный фон, я думаю, что в ближайшее время сохранится, даже если, скажем так, ситуация изменится, нас пандемия немножко отпустит, может быть, чуть-чуть отыграет валюта, может что-то стабилизируется, рано или поздно мы все равно придем к этому, но вот потребительские модели, они запоминаются, и сегодня, мне кажется, что мир все равно не будет таким, как раньше, и мне кажется, что ивенторский бизнес и бизнес, шоу-бизнес будет отыгрывать, может быть, восстанавливаться очень долго, а может быть, он больше никогда не восстановится в прошлой конфигурации. В общем, мы находимся в такой ситуации, что каждый должен вспомнить уже, наверное, о том, что он еще умеет делать, кроме того, чтобы петь, плятать, организовать мероприятия. Я, например, учитель русского языка и юрист. У меня два диплома, поэтому... Ничего себе, какой грустный прогноз. Ну, и все. Но прогноз, на самом деле, очень невеселый. А скажите, пожалуйста, вот какие сейчас концерты отменены? Вот вы же, Кировконцерт, это не государственное предприятие, это все равно частная структура, и получается, что на вас не распространяются предписания, которые есть к каким-то государственным, как библиотекам, театрам, вот к этому, ко всему. То есть вы отменяете концерты, исходя из того, что люди не пойдут на них, или из благоразумия, что лучше сейчас не собираться толпой в одном помещении? Да, вот именно так, как вы сказали, потому что, ну, потребительское поведение, оно, вы знаете, не регламентируется какими-то административными, да, там, нормативными акциями. И включают механизм, там, самозащиты и выживания. И поэтому нормальный человек, в принципе, на сегодняшний день, в ближайшее время, не пойдет в присутственное место. Больше 20 или больше 25, больше, там, 30 человек. И то некоторые стараются и на такие маленькие форматы не ходить. Я сейчас говорю о частных событиях, таких как дни рождения, юбилеи, свадьбы, все это переносится. Вот, а будучи людьми ответственными, в любом случае, сегодня нас, по большому счету, спасти как раз может вот именно это отношение, скажем, к общей беде. А эта общая беда действительно так. И если мы будем сегодня делить себя на государственные учреждения и на коммерческие, полагая о том, что закон писан только, значит, для подотчетных организаций, то мы не справимся с этой бедой. Нам нужно, наверное, сейчас просто принять эту всю историю и сделать так, как от этого требует момент. А момент требует просто замереть. Замереть, все отменить и не подвергать себя опасностям и других людей. Спасибо большое, Руслан, за ваш комментарий, за ваше мнение. Это был Руслан Мамедов, руководитель творческого объединения Киров-концерт, потенциальный учитель русского языка, литературы и юрист. А мы, наверное, прервемся на небольшую паузу, буквально 30 секунд, и после продолжим. Продолжаем дневной разворот. Во второй части продолжаем говорить о коронавирусе, но немного сместили мы вектор судов, общественных палат на всякие творческие мероприятия, концерты, библиотеки. На связи у нас был недавно Руслан Мамедов до перерыва, который сказал, что вот сейчас, в данный момент, лучше пока замереть, переждать, перетерпеть. Но тоже вот какой-то не очень оптимистичный прогноз. Очень неоптимистичный даже. Ивент индустрии, которая либо не восстановится, либо не восстановится в том виде, в котором... Либо будет долго восстанавливаться. Но замечательная мысль, то, что меры вот эти, они не должны зависеть сейчас. Делить на государственные и частные не имеет смысла, потому что это, в общем, наша общая проблема и наше общее благоразумие. Очень хорошая мысль. Хорошо, если так это все действительно возможно сделать без каких-то существенных потерь. Убытки все равно будут, но не в плане потерь, как, не знаю, банкротства некоторых компаний. Вот этого бы, конечно, очень сильно не хотелось. Если так, ну, эта сфера стоит довольно, ну, так, шатко время от времени. Она зависит всегда от курса рубля, от, там, множества других факторов. А у нас на связи Анна Шакина, директор областного художественного музея имени Воснецовых. Анна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы знаем то, что вот музей Воснецовых отменил все мероприятия, массовые детские экскурсии и вообще закрыт для посетителей сейчас. А что же работает? Может быть, есть какие-то онлайн-лекции, виртуальные туры? Да. Ну, вы знаете, наш музей, как все музеи областные Кировской области, он временно приостановил прием посетителей. Надо вам сказать, что не мы отменяли экскурсии, а нам позвонили люди, которые заказывали экскурсии, извинились и сказали, что в связи со сложившейся ситуацией они не могут прийти к нам в музей. Мы отменили по распоряжению Министерства культуры Кировской области, так же, как и приостановили деятельность музея в связи с распоряжением Министерства культуры. Но надо понимать, что музей не закрыт. Музей продолжает выполнение своих основных функций по сохранению изучения отечественного культурного наследия, что в настоящий момент становится приоритетом в нашей работе. То есть все сотрудники у вас на рабочих местах? Те сотрудники, которые не задействованы на прием посетителей, они на рабочих местах. Не все сотрудники. Кто-то захотел уйти в очередной отпуск, кто-то ушел, кто-то захотел взять отгулы на этот период, они взяли отгулы. Так сотрудники занимаются подготовкой новых выставок, потому что в этом году нам 110 лет. И на второй полугодии наш музей задумал очень интересные проекты из фондов в музее. И сейчас у нас прекрасная возможность заниматься этой деятельностью, изучением фондов, подготовкой этих выставок. Ну и в принципе мы в мае месяце планировали очень большую выставку, в том числе из новых поступлений музея, посвященной 75-летию со Дня Победы. Вот мы сейчас занимаемся такими большими крупными проектами, которые требуют от нас знания в наших фондах. Анна Владимировна, а выставочный зал тоже закрыт? У нас предписание закрыть музей как юридическое лицо. Ну вот вы говорили... Да, но мы юридическое лицо, у нас есть отделы, есть филиалы, они, естественно, тоже закрыты на прием посетителей. Я еще раз хочу подчеркнуть, но основная деятельность музея, она продолжает вести. А вот те сотрудники, кто работал именно на прием посетителей, они ушли в какой-то отправленный внеплановый отпуск с сохранением зарплаты без? Им предложено выбрать все сложившиеся ситуации, так как мы пока закрыты до 26 марта, поэтому мы предложили варианты у многих сотрудников есть отгулы, и очень многие взяли на этот период как раз отгулы до 26 марта. Спасибо большое, Анна Владимировна, за ваш комментарий. Это была Анна Шакина, директор областного художественного музея имени Воснецовых, который не принимает до 26 марта посетителей, но тем не менее большинство сотрудников продолжают работать и готовятся в том числе к предстоящим крупным мероприятиям. Включая ту, которая в мае, то есть это оптимистично, что в мае все-таки будет большая выставка, посвященная победе, а значит, к маю мы уже все сможем посещать, как надеется музей Воснецовых, места крупного скопления людей. Ну, кстати, сегодня правительство Кировской области, немного не про культуру, но тем не менее, с утра выпустило пресс-релиз о том, что в области введен ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары, подключили к этой работе антимонопольщиков, чтобы не допустить необоснованного роста цен в условиях эпидемиологической обстановки. Ну, насколько я понимаю, судя по пресс-релизу, есть незначительное увеличение спроса со стороны покупателей на отдельные группы товаров. Это в первую очередь сахар, мука, крупы и консервация. Причем характерно, подчеркивают в Министерстве эконом-развития, что повышенный спрос наблюдается только в Кирове, в муниципалитетах ситуация спокойная. Видимо, для районов это пока еще все вот как для нас раньше про Китай. Где-то там далеко и нас не касается. Мы все-таки не про Китай, но да, не совсем под боком, потому что тут начинается, конечно, немножко. А у нас на связи сейчас Наталья Стрельникова, директор областной научной библиотеки имени Герцена. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Только что вот в перерыве между двумя часами эфира мы смотрели видео, которое записано у вас в Инстаграме, в библиотеке, там, где сотрудники в пустом здании поддерживают нашу группу Little Big, которые отменили свое выступление на Евровидении, как Евровидение отменило все выступления. Расскажите, пожалуйста, что происходит в библиотеке, когда туда не ходят посетители, когда мы не можем сдать книжки, и вот это все. У вас же продолжается там работа. Да, действительно, мы очень внимательно следим за вот этой ситуацией с распространением коронавируса в России. И на сегодняшний день для нас нет ничего важнее здоровья и наших читателей, и наших сотрудников, и здоровья их близких. Я хочу сказать, что ежедневно нашу библиотеку вообще-то посещает 300 реальных читателей, и около тысячи нас посещают онлайн. И вот учитывая эти высокие риски распространения вируса, и в том числе с распоряжением Министерства культуры Кировской области, да, мы приняли решение о закрытии библиотеки для посетителей. Пока эти меры продлятся с 18 по 26 марта включительно. И, конечно, мы понимаем, что нам важна работа наших читателей, и мы делаем все возможное для такого максимального расширения электронного обслуживания, то есть без необходимости физического посещения библиотеки. И я хочу сказать, что вот мы все наши массовые мероприятия, мы их переносим, но пока не на неопределенный срок. И, как я уже сказала, ограничиваем обслуживание читателей во всех наших зданиях и помещениях. Но в то же время хочу сказать, что мы переходим в режим онлайн. У нас буквально с завтрашнего дня на сайте библиотеки появится такой раздел Герценко онлайн. То есть мы круглосуточно предоставляем доступ к сайту нашей библиотеки, к нашим всем электронным сервисам, то есть электронному каталогу, вязко-электронной библиотеки, виртуальной справочной службе, к электронной доставке документов. Кроме того, мы пошли на такие меры и предоставляем из дома по действующему читательскому билету, то есть зарегистрированным нашим пользователям, предоставляем доступ к онлайн-проекту библиотека ЛитРес. И в то же время вот в этом разделе Герценко онлайн мы будем знакомить наших читателей с самыми интересными книгами, периодическими изданиями, нашими коллекциями, которые размещены в том числе и вязко-электронной библиотеке. Все это можно увидеть, так скажем, не выходя из дома. И буквально тоже завтра мы запускаем новый сервис такой, который называли видеолектории в Герценке, где будут транслироваться лекции наших специалистов, наших сотрудников по различным темам этой истории, культуры и литературы. И вот озвучила одну из тем, которую мы готовим. И эта лекция будет представлена уже во вторник, которая называется «Тема массовых эпидемий в художественной литературе. Нравственный аспект». Я думаю, что, наверное, нашим читателям, да и не только нашим читателям, это будет очень интересно. Ничего себе, как актуально. А скажите, пожалуйста, все эти электронные библиотеки и ЛитРЭС, доступ к нему, это речь идет о художественной литературе или о специальной тоже? Потому что много кто сейчас дипломы готовит, допустим. Ну, ЛитРЭС — это в большинстве своем, конечно, художественная литература, но у них есть литература и профессиональная, и по психологии, по бизнесу и так далее. И кроме того, вот тоже сейчас мы буквально получили информацию, что издательский дом Директ Медиа, он предлагает всем публичным библиотекам, которые подведомственным Министерством культуры Российской Федерации открывают бесплатный доступ для посетителей к электронному ресурсу, который называется «Библиотека Non-Fiction». И как раз вот там представлена литература, в том числе и учебная. Я думаю, что наши читатели, наши пользователи могут воспользоваться ресурсами данной этой библиотеки. И я еще раз повторю, что это, конечно, только временно, на период карантинных мероприятий. Наталья Владимировна, а если так получится, что карантинные мероприятия будут продлены, есть ли понимание, как библиотека будет работать дальше? Возможно, будете выкладывать в онлайн доступ те издания, которые раньше можно было взять только оффлайн? Но есть ведь такой ресурс, как национальная электронная библиотека, и человек из любого, так скажем, с любой точки планеты может воспользоваться этим ресурсом. А мы, конечно, не останавливаем свою работу. То есть мы занимаемся и оцифровкой, в том числе, и представляем все оцифрованные документы, которые представляют коллекцию нашу, память Вятки, Вятской электронной библиотеки. Наталья Владимировна, большое спасибо за подробный рассказ о том, как будет работать научная библиотека имени Герцена в условиях, пока вынуждены отмены массовых мероприятий. Это была Наталья Стрельникова, директор областной научной библиотеки имени Герцена. Интересный момент будет затронут на лекции по поводу нравственного аспекта. Пару дней назад, или на этой неделе, или на прошлой, я, правда, уже все путаю, у меня смешались в кучу кони, люди. Так что там? По поводу появления информации о том, что женщина в Кирове, первая, у которой был подтвержден диагноз, умерла. Там же тоже, по-моему, чиновники собрались привлекать полицию к расследованию этого инцидента, к тому, кто, собственно, распространил, начал распространять эту информацию, потому что я тоже наблюдала в сети очень много комментариев, которые явно существуют для того, что мы называем выбросом, но, тем не менее, это не все люди, к сожалению, понимают и могут отличить. Да кто заинтересован в этом выбросе? Возможно, мы иногда переоцениваем, мы слишком верим в заговоры, на самом деле, человеческая глупость и вера в страшилки, она побеждает очень много что. Ты смотри, например, вчера в одной из кировских групп появилась фотография тележки, переполненной продуктами, и человек написал о том, что это тележка из кировского магазина, что это происходит в Кирове. В итоге, впоследствии выясняется, нашли там оригинал этой фотографии, это не Киров. То есть человек ведь зачем-то это сделал, зачем-то выложил, начал сеять панику. Но это, возможно, было то, что он сидел дома, паниковал, не выходил ни в какие магазины, тут увидел какую-то фотографию и подумал почему-то, что это в Кирове, может быть, в социальных сетях у каких-то своих там, не знаю, знакомых. И вот так вот в голове сложилось, да господи, сколько людей пишет удивительное, совершенно поражающее воображение комментарий, как и в нашей группе, так и во всех остальных группах города. И, мне кажется, не должно уже удивлять, когда происходят какие-то непонятные инфо-вбросы случайно. Сейчас мы уйдем на короткую паузу, а потом вернемся снова. Продолжаем дневной разворот. Соня Демина, Дарьи Тепузлиева. Говорим сегодня опять об обстановке с коронавирусом. Два часа назад стало известно о том, что в московской больнице умерла пациентка с коронавирусом. Женщине 79 лет, насколько я понимаю. А, смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Это заявили в штабе, я так понимаю, в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Ну, действительно, там летальный исход наступает в связи со осложнениями каких-то дополнительных хронических болезней, которые были у человека до этого. Ну, просто коронавирус все делает хуже. Но вернемся все-таки к положительным каким-то новостям. У нас на связи Яна Пестова, специалист по связям с общественностью Кировского театра «Кукол». Яна, здравствуйте. Добрый день. Мы узнали то, что у вас будут онлайн-трансляции спектаклей. Так ли это? Это не совсем онлайн-трансляции спектаклей. То есть мы со вчерашнего дня запустили в группе ВКонтакте прямые эфиры, которые охватят не только наши театральные постановки, спектакли и репетиции. Они охватят вообще жизнь театра. То есть человек своими глазами сможет посмотреть, не выходя из дома, как живет театр. То есть это бутафорские мастерские, наши цеха, костюмерные, закулисье театра, наши театральные коридоры, которых бесконечное множество, и какие-то интересные студии. И также мы сможем дать возможность задать вопрос в прямом эфире нашим актерам, главному режиссеру и всем сотрудникам и специалистам, которые работают в Кировском театре «Кукол». Ничего себе, как интересно. Скажите, пожалуйста, это меры, которые вы ввели из-за того, что ввели карантин, или это планировалось до этого и стояло в плане? Ну, изначально мы, наверное, еще с начала этого 2020 года думали, что театру нужна какая-то изюминка. И мы придумали как раз вот такой формат онлайн, театр онлайн. Мы таки пишем, что Кировский театр «Кукол» сейчас с вами онлайн каждый день в 11 часов. Но эти меры, которые вот сейчас приняты в городе, они, наверное, нас подстегнули это сделать гораздо ранее. Но нам очень приятно то, что этим проектом заинтересовались многие средства массовой информации и общественные организации, потому что это действительно новая для театральной сферы, по крайней мере, в Кирове. Яна, а как часто вообще планируете проводить такие эфиры? Вот пока мы планируем каждый день выходить в прямой эфир. А в какое-то конкретное время или это будет привязано к каким-то событиям, к репетициям, к разбору реквизита или еще что-то? А сейчас у нас все вот эти вот события и мероприятия будут привязаны ко времени, к 11 часам. То есть мы решили сделать постоянное время, чтобы человек уже знал и уже откладывал все дела на потом, чтобы посмотреть царство мельбомены. А как сотрудники вообще отнеслись к этому нововведению? Иногда бывает люди не очень положительно относятся к тому, что будут куда-то онлайн транслировать вообще то, что они делают, работают, лицо их. Ну, у нас театр здесь все творческие люди, и поэтому все восприняли это как что-то очень интересное, и каждый хочет уже принять участие. То есть сегодня мы как раз собирались и с главным режиссером, и с актерами, которые поделились своими идеями и мнениями на этот счет и уже предложили какие-то хорошие задумки для будущих прямых эфиров. И давайте еще раз напомним, где слушатели смогут следить за онлайном? Это официальная группа Кировского театра «Кукол» каждый день в 11 часов. Чудесно, замечательно. Спасибо вам большое, что делаете наше карантинное время интереснее и продуктивнее. Это была Яна Пестова, специалист по связям с общественностью Кировского театра «Кукол». Ну вот, спасибо средствам массовой коммуникации. Нам можно посещать театр, даже не посещая театр, и оставаться в курсе всех культурных новинок. Да, смотри, на самом деле, мы уже за несколько дней выяснили кучу вещей, которыми можно заняться в карантине, даже будучи в Кирове. То есть, если, например, дойдет до того, что из дома нам запретят выходить, мы сможем слушать лекции из Герцунги, мы сможем смотреть онлайн-эфиры из театра. До этого у нас во вторник был... Еще в студии тогда гости приходили театр на Спасской, у которых скоро будет лаборатория, разбор вещей, и они тоже постараются придумать, в каком формате это провести так, чтобы задействовать зрителей. Но другой момент, что у нас это было все доступно и до этого, потому что пускай не было трансляций из театра «Кукол», были какие-то другие трансляции, но мы ходили по улицам. Да, люди ходили по улицам, люди ходили по заведениям, а сейчас это будут вынужденные меры, и люди начнут об этом узнавать и, возможно, почаще пользоваться. Тут сейчас поговорим со сменой. У нас на связи Александр Сухарев, менеджер проката кинотеатров «Смена и дружба». Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, как же все переходят на удаленную какую-то работу в интернет-пространстве, но для кинотеатров-то это невозможно. Ну, естественно. Да. Какие меры вы вводите? Наверняка вы вводите, мы слышали. Как это вообще все? Естественно, да. То есть у нас, естественно, усилен режим хроникарной пьемологической защиты, то есть больше, чаще моются, моются другими совершенно растворами, да. Перерывы остались такими же, но за перерыв мы успеваем продезинфицировать и зал, и прочие всякие поверхности, да. То есть примерно раз в полчаса у нас техслужба проходит все. Ну, то есть самое главное – это соблюдать, как говорят же, гигиену, да. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. А можно ли сказать уже сейчас об изменении количества посетителей кинотеатров? То есть есть ли какая-то статистика? Да, конечно, можно сказать. Единственное, что тут была проблема, конечно, с релизами, то есть много что не вышло, да, и мы понимаем, что зрителю не все интересно. Сейчас вот выходит мировой, так скажем, мультблокбастер-тролли, дети на каникулах, посмотрим, что с этим будет. Но в целом, конечно, сейчас не самые легкие времена для кинотеатров. Я знаю то, что отечественные премьеры отменяют сейчас, потому что невозможно сделать премьеру в Москве, ну, то есть это на выбор прокатчика, конечно, все происходит. А как происходит с зарубежными премьерами? Они все равно будут выходить во время карантина? Смотрите, многие премьеры уже перенесли, да, то есть мы все слышали о таких громких переносах, как «Мулан», «Кролик Питер» и прочее, прочее, прочее. Там целый огромный список, кому интересно, можете безусловно посмотреть, какие фильмы перенесены. Однако небольшие прокатные компании выпускают фильмы, да, а также пока не двигаются и середины апреля, пока не двигаются крупные российские релизы. То есть тот же «Стрельцов» пока, в крайнем случае, да, стоит на дате. На него очень большая надежда. То есть я так понимаю, что они сейчас очень надеются, что все это утихнет, все это успокоится, и спокойно показать фильм, достойный российский, в рамках именно уже полноценного кинотеатрального проката. А мы еще слышали о таких мерах, как то, что сидеть на расстоянии метра друг от друга, вот в кафе столики расставляют шире. Понятно то, что у вас зал какой есть, такой есть, и кресло там не двигается. Есть ли какие-то рекомендации, допустим, кассир говорит при покупке билета, рекомендует отсесть подальше? Соседнее место уже занято. Нет, это все на усмотрение, естественно, и бдительность каждого гостя непосредственно самостоятельно. То есть, если вам хочется сидеть где-то отдельно, ну, пожалуйста, вы можете попросить где-нибудь далеко-далеко в конце ряда, тем более сейчас не так много гостей, но даже и, соответственно, в залах можно выбрать чуть ли не сидеть и поодиночке. А так, это все только лишь рекомендательные меры, поэтому хотите, пожалуйста, вы еще раз повторюсь, что вы можете сами определить место в зале, и там не думаю будет, что большие проблемы куда-то пересесть. В крайнем случае, по текущей посещаемости это так. А вы там температуру не проверяете на входе? Нет, температуру на входе мы не проверяем. Ну, давайте будем честны, да, кинотеатр, ну, не самое вирусное место, не самое людное место. Мы все едем в общественных транспортах, ходим в магазины, где гораздо больше народа, да, ничего страшного. Вы знаете, Александр, в транспорте стало очень пусто после того, как школьники и студенты ушли на вынужденные каникулы. А вообще наперед думали о том, что делать, если люди просто перестанут ходить, потому что все равно какие-то панические настроения так или иначе в обществе нарастают? Паническое настроение, да, естественно, есть. И мы их на себе чувствуем. То есть снижение, естественно, есть. Снижение проходимости, снижение количества гостей. Мы уже приняли некоторые меры. То есть мы сократили рабочий день не сильно. То есть мы убрали утренние часы в будни, чтобы просто не простаивать, да. Мы немножко поджали вечер. Ну и, собственно говоря, пока на этих мер нам, как кажется, достаточно. Дальше посмотрим, как выйдет сейчас именно мировой блокбастер, как он сможет тебя показать. Ну и дальше уже будем смотреть. Кроме того, так как ушли многие релизы, которые должны были выйти на этих датах, в частности, 26-го числа, да, 26-го марта, мы, скорее всего, будем работать уже и какими-то старенькими фильмами, которые нам уже компания ТПШ, например, активно предоставляет. То есть это легендарные фильмы «Движение вверх» и прочее. То есть если кому-то интересен именно кинотеатральный прокат, именно посмотреть в кинотеатре, именно на большом экране, мы с удовольствием предоставим эту возможность. Спасибо большое, Александр, за ваш комментарий. Это был Александр Сухарев, менеджер кинопроката кинотеатров «Смена и дружба». Кинотеатры продолжают работать и уже вот озаботились шагами на случай, если люди все же перестанут ходить. Слушай, мне кажется, сейчас лучшие прям времена переживают стриминговые всякие сервисы типа Netflix, медиатеки. Аж дерезко, наверное, только успевает сайты зеркала свои делать, если многие люди заперлись дома. И что они делают? Смотрят сериальчики. Да, но теперь можно их смотреть даже легально за бесплатно, потому что, допустим, у Иви подписка стоит 1 рубль за весь месяц. Да, да, да. Да ты что? Расходимся. Максим, заканчиваем раньше. Идем смотреть. Дальше пора смотреть сериалы. Да, действительно, ну, «Разамас радио» очень много того, что сейчас открывается для общественного доступа. Это да, это такие меры поддержки друг друга, потому что, с одной стороны, это рекламный ход, то есть Иви делает такую реакцию, упоминание Иви растет в интернетах. А с другой стороны, это, опять же, ну, нужно людям узнать, что делают обычные интроверты в обычное свое время. Теперь весь мир познает этот интровертивный образ жизни. Ну, а мы обращаемся к слушателям. Если вы не услышали, как будут переживать будущие, там, 2-3 недели, музеи, библиотеки и другие культурные учреждения, ищите сами, смотрите, потому что, как оказалось, очень много всяких онлайн-проектов наши культурные учреждения могут предложить. На этом мы эфир даже заканчиваем. Да, берегите себя и своих близких. Соня Демина, Дарья Топузлиева, прощаемся.